В 2021 году исполнилось ровно 60 лет с момента, когда сбылась самая фантастическая мечта человечества – полет в космос. Полет Юрия Алексеевича Гагарина длился всего 108 минут, но они перевернули представление мира о невозможном и прославили космонавта на всю планету. Москва сегодня подарила шахтерцам уникальную возможность окунуться в атмосферу того времени. Шахтерск, улица Кирова, 14, Центральная городская детская библиотека. По этому адресу открылась и будет работать до середины августа необычная экспозиция – передвижная цифровая фотовыставка «Наш Гагарин». В этом году исполняется 60 лет со дня полета первого человека в космос. Нам повезло, выпала большая честь экспонировать ее в стенах Центральной городской детской библиотеки. Выставка будет проходить с 26 июля по 18 августа. Ход свободный, возрастных ограничений никаких нет. Тема интересна, актуальна. Материалы, подготовленные сотрудниками Мемориального музея космонавтики Москвы, мы получили благодаря творческому сотрудничеству с Донецким отделением общественной организации в сфере популяризации космонавтики и космической деятельности «Русское космическое общество». До этого выставка экспонировалась в планетарии в Санкт-Петербурге, планетарии номер один, в Луге, в Ленинградской области, в Донецкой народной республике, в Макеевке, в гимназии. И далее она будет путешествовать по городам нашей республики. «Наш Гагарин» – это небольшая зависовка из жизни первого космонавта. Личность Юрия Алексеевича рассматривается с разных ракурсов. Он – лётчик и космонавт, гражданин мира и спортсмен, общественный деятель и семьянин. Вниманию посетителей фото-выставки, а сегодня это школьники, предлагаются не только знакомые всему миру кадры, но и ранее неизвестные снимки и документы. Фотографии раритетные, и некоторые были долгое время неизвестны. Самое известное, я указывала об этом в ходе экскурсии, это фото в кабине. Но интересный факт. Такие фотографии яркие, красочные, были сняты уже после полёта Юрия Алексеевича. Но кадры с его миссией по всему миру – это кадры живые, снятые, так сказать, в день его приезда, и знаменитые, и известные. Какие кадры были засекречены? Безусловно, кадры самого космического корабля были засекречены. Кадры, я думаю, что полёта и прилёта на военные базы. Кадры подготовки. Ну да, скорее всего. Кадры подготовки самого вот этого всего подготовительного этапа. Всё остальное, все остальные кадры, они уже, конечно, были предоставлены для широкого просмотра публики, потому что, повторюсь, это было событие всемирного масштаба. В программу экскурсии по фото-выставке входят и видеоматериалы. Воспоминания людей о знаменательной дате – 12 апреля 1961 года, когда советский лётчий-космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил первый в мире пилотируемый полёт в космическое пространство. Всего лишь 108 минут. Но каких? Восторженные молодёжь кричит, поёт песни, танцует всенародный праздник. Все, конечно, бросились на улицы, ликование было полное. Весь мир ликовал. Мы прыгали, целовались, кричали «Ура!». Вокруг взрослые с каким-то подъёмом говорили, читали газеты, вышли на митинг. Для меня потом, когда я это дело осознавал, это было на уровне тех лет, когда был День Победы. От фотографии к фотографии, биография, подготовка к полёту, знаменитая Гагавинская, поехали, возвращение на Землю, парад встречи космонавта, дружеские визиты Гагарина в другие страны. А ещё курьёзные факты. Например, для чего Гагарину был нужен мешочек с пуговицами. Потому что все мечтали не только его потрогать, отнять, а взять что-нибудь на память. И очень часто отрывали пуговицы с его мундира. Поэтому он возил с собой запасные. Ещё есть такая история о том, что многие просили Юрия Алексеевича снять головной убор. Потому что ходили такие слухи, выдумка о том, что после полёта в космос он лысый и носит парики. Многие убеждались, дёргали его ещё и за волосы. Но это было неправда, и он разрешал в этом убедиться. Путешествие по фотовыставке подходит к концу. Каждый участник получает на память сувенир с логотипом Русского космического общества, общее фото, новые знания и только самые хорошие впечатления. Я узнала, что Юрий Гагарин после полёта отдыхал пять месяцев и ездил по разным странам. Мне очень понравилось. Спасибо. Ещё придёшь? Да. Я поражаюсь Юрию Гагарину. Он взял на себя такую ответственность. Я думаю, его родители очень сильно переживали, пока он был в космосе. Он не знал, вернётся ли он. Ну а вот если бы вам посчастливилось познакомиться с Юрием Гагарином, что бы вы у него спросили? Я бы не спрашивала, наверное, просто сказала спасибо за то, что он просто дал нам узнать, что это возможно. Что понравилось тебе? Что запомнило? Фотография красивая. Интересные рассказывают эти про Юрия Гагариного. Ну я просто знаю, что он космонавт, летал в космос. Мы это учили. Но вот это всё, что много рассказывали, мы этого не учили ещё. Ну то есть тебе сегодня понравилось? Да. Что надо сказать? Спасибо за выставку.